Девушки отдыхают 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 Это просто опрокинутая реальность нашего мира, когда религия, честь, совесть, нравственность, достоинство, они уже просто не признаются, потому что основной чистоган, главное это деньги. Бога я верю, остальное наличными. Выяснилось, что и Бога не очень верует. И, естественно, в этих условиях мусульманский мир и тюркский мир, как часть этого большого мусульманского мира, не понимают, собственно, куда идет развитие человечества. Вот сегодня, пользуясь тем, что здесь сидит советник президента Турции по вопросам безопасности, он об этом говорил. Я хочу, конечно, поблагодарить президента Турции, потому что он сумел показать, что он не просто политик, он государственный деятель, который в самый тяжелый момент поднялся над обстоятельствами после сбитого самолета и протянул руку дружбы России. Точно так же, как и Путин, который понял, что убийство посла России в Турции, это, в общем-то, повод к самым невероятным санкциям. Это сознательная провокация против дружбы России и Турции. И оба президента пошли навстречу друг к другу. И если бы кто-то сказал нам буквально несколько лет назад, что будет назван вот этот поток турецким потоком, а это название придумал Эльдогар, то, наверное, многие бы не поверили, что нет, газопровод будет направлен в Болгарию. Тем не менее, он был направлен в Турцию. На протяжении веков Османская империя и Российская империя соперничали за первенство и в Черном море, и в Средиземном, и особенно на Ближнем Востоке, на Кавказе. Но сегодня мир видит, что взаимодействие этих двух стран дает очень положительный пример не только экономического сотрудничества, но и военного, политического в Сирии, где, вы знаете, ничего невозможно было решить без согласия президентов России и Турции. Где невозможно было решить никакие буквально вопросы. И каждый раз, когда мы видим их встречу, мы понимаем, что это шажок продвижения мира в Сирии, которая на нестрадальная земля все никак не может успокоиться. Сегодня говорил геспотин Исмаил Сапи сказал, что 6 миллионов российских туристов приехало в Турцию. Это, наверное, правильно, но дело в том, что, поверьте, что еще большее количество миллионов людей туда приехало из тюркских стран, которые считают, в том числе и Турцию, как свою вторую родную страну. Наверное, из Казахстана, из Азербайджана я не говорю. Мы просто гордимся тем, что нашу основу составляют этнические турки, и мы считаем Турцию точно так же своей родиной, как и Азербайджан. Мы уже не говорим про тюркские страны, которые есть в Казахстане, Тургизии, Тургмении, Узбекистане и сколько людей приезжают в Казахстан. Я не говорю про Украину и Белоруссию. Связи, как видите, огромные и большие. Достаточно сказать, что в 19-20 веке, кроме Османской империи, практически весь тюркский мир входил в оленную орбиту России. Так получилось и географически, и политически. Сейчас многие забивают, что когда был референдум, шесть мусульманских республик в основе своей абсолютного большинства голосовали за сохранение союза. Не потому, что они не хотели независимости. Нет. Независимость самая большая ценность для любого народа. Там просто мудрые люди понимали, чем грозит распад большой страны. Простите, что я привожу цитату из своей книги 92-го года. Ее сейчас часто говорят, ее упоминай автор. Тот, кто жалеет, не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Тот, кто мечтает восстановить СССР, у того нет дела быть. К сожалению, так получилось, что когда распался вот этот большой мир, казалось, что все на грани какого-то безумия. Вы знаете, какие войны прокатились во всем странах. Вы знаете, что творилось в Узбекистане. Вы знаете, что было в Киргизе совсем недавно. Вы знаете, какую страшную войну пережил Азербайджан и переживает Асимбор. Мы знаем, что было в Приднестровье, мы знаем, что было в Афазии, конфликт между негушами и осетинами и так далее, и так далее. Но при этом тюркские республики сохраняли свою идентичность, они не отказываясь от своих традиционных ценностей. Я до сих пор считаю, что принятие европейских акций, европейских конституций и отказ от христианской веры, как основой, объединяющей Европу, был неправильным, был ошибкой со стороны европейских стран. Точно так же поступить тюркские народы не могут. Мы не можем отказаться от своего Бога, от своего Аллаха. Мы не можем отказаться от наших традиций. Иосиф Корзон рассказывал однажды в разговоре со мной, как он был удивлен, хотя он первое звание заслуженного артиста в Чеченни-Курской эссе получил именно там, когда приехал в Ингушетию и сидит за столом Руслана Арушева, он обратил внимание, что президент страны, герой Советского Союза и генерал не садится за стол, пока за столом не сядет его отец и не разрешит сыну сесть за этот стол. Вот он это приводил в пример в качестве того достоинства, верности тем традициям, которые существуют у мусульман. Нас часто обвиняют, что мы не демократические страны. Вот Назарбаев правит в Казахстане уже 30 лет, Каримов сидел там 20 лет. Что это такое? Шайгиев сколько сидел в Казахстане. Забывая, что навязанные нам европейские ценности часто противоречат менталитету и духу народа, не понимая о том, что у каждого народа свой путь развития. И давайте откровенно скажем, что очень многие страны держались и поднимались именно за счет своих лидеров. То, что сегодня говорил уважаемый господин Исмаил Софий про Турцию и Россию, точно так же относится ко многим и терпческим странам. Безусловно, относится это к Казахстану, где Назарбаев сумел сохранить стабильность. Безусловно, относится к Каримову. Я хотел бы привести вам пример. В 1993 году в России начались чеченские события. И вы знаете, как на них отреагировал прежний президент России. В послании танки началась война страшная, кровавая, первая чеченская, потом была вторая чеченская. Сейчас будем откровенны, если не Рамазан Кадыров, который держит ситуацию в Чечне, над которым издеваются все либеральные русские газеты, неизвестно, что бы было. Но он эту ситуацию держит. У нас в этот момент в Азербайджане на юге была провосслушена Талыч, Буганская республика. Я сидел и смотрел, как наш лидер Гейтар Алей в течение нескольких дней разговаривает по телевизору с депутатами. Я весь трясся, потому что не понимал, почему не посылают войска, почему не реагируют, что он дотворяет, что он делает. Оказалось, что он работает. Он три ночи не спал, он посылал туда к Саргалу, посылал туда старейших, посылал туда духовных лидеров. В результате республика распалась из единого выстрела. В результате ее просто руководители сбежали, и там не было ни одного выстрела. Это пример того, как нужно и можно руководить народами с учетом ментальной способности. Сегодня говорили о русской культуре. На нас оттуда смотрит великий писатель Чингиз Айтман. Гиргейские, великий гиргейские писатели. Но мы забываем о том, что будучи в реале русского мира, наши тюркские писатели создавали гениальные произведения на русском языке. Это Тиргиз Чингиз Айтматов, это Касак Алжес Сулейменов, это азербайджанцы Максут и Рустам Ибрагимбеков. До сих пор все космонавты мира, прежде чем полететь в космос, смотрят фильм азербайджанского писателя Рустам Ибрагимбекова «Белое солнце в пустыне». Я уже не буду так про другие фильмы «Утомленное солнце», «Белое солнце», «Белое солнце», «Белое солнце» и «Белое солнце в пустыне». Это все происходило благодаря тесному общению тюркского и русского мира. Вообще понятие русско-тюркский вид настолько переплетено, что очень трудно сегодня их разделить, потому что многомиллионное население татарское, которое живет в России, это коренные жители России, которых никто не завоевал и которые ниоткуда не приходили. Они живут в этой стране, являясь полноправными гражданами. Точно так же, как сегодня, самые лучшие отношения у России с тюрккоязычными странами, в том числе тюркскими странами Средней Азии и Азербайджан. Если вы вспомните 90-е годы, именно за счет того, что сохранились лидеры в среднеазиатских республиках, они сбежали страшно в падение. Мы в Азербайджане знаем, что это такое. В течение 5 лет у нас сменилось 7 руководителей. Если 7 руководителей сменится в этом зале, то зал крупнее, его просто не будет. У нас это происходило, к сожалению. Так вот, в Азербайджане не оказалось лидером. И хотя это не тюркский мир, тем не менее, руководителя Азербайджана повесили на память Ленина после гражданской войны. И вы знаете, чем все это закончилось? Страшной гражданской войной, в которой погиб буквально каждый десятый, одиннадцатый человек, который был ранен или пострадал. Повторяю, очень многое зависит от всех нас. И это опрокинутая реальность сегодняшнего мира и навязывание нам чужих стандартов показывает, что мы не всегда готовы их принимать и не всегда готовы осознавать те стандарты, которые нам навязывают. Я вообще не понимаю, почему, если в Турции или в арабских странах, или в мусульманских странах происходит, скажем, срыв, и побивая 50 или 100 человек, это идет сообщением где-то десятым по всем информационным каналам, в том числе и в мусульманских странах. А если два человека отравятся сыром в Италии, то это идет на первом месте. Я в Израиле много раз бывал, у меня там много читателей, мои книги выходили на Еврите. Я очень уважаю эту страну, этот народ, которые сумели в пустыне создать свою уникальную страну. Я вообще считаю, что новому можно научиться. Но я однажды привел пример жизни по моему рекламе. Жизнь одного американца стоит жизни двух итальянцев, трех французов, пяти поляков, десяти русских, пятидесяти турков, ста арабов и уху одного еврея. К сожалению, это так. Мы в мире сегодня не хотим понимать, когда меняют тысячу арабов на одного еврея, причем меняют арабы, согласные на такой ответ. Это значит, что человеческая жизнь девальвируется. Это значит, что по Орелу все животные равны, но некоторые более равны, чем все остальные. И в это в первую очередь виноваты мы сами. Потому что если мы так не ценим свои жизни, то никто не обязан ценить наши жизни. Я хотел бы в заключении рассказать вам одну притчу. Я рассказывал ее российским сенаторам. Мне хотелось бы сегодня ее здесь повторить. Вы знаете, что Азербайджан вот уже 30 лет находится в достаточно сложном положении. У нас очень напряженные отношения с нашими соседями. Берем беженцев. И несмотря на явные экономические успехи, тем не менее, Азербайджан, в Азербайджане это остается самой главной проблемой. И вот рассказывая российским сенаторам о нашей проблеме, я попытался привести такой пример, чтобы было понятнее. Я вспомнил бессмертную комедию Грибоедова «Горе от ума». Азербайджанский Чарский влюблен в русскую ризу. Он ее безумно любит. Он пытается доказать, что он ее любит. Но что ему делать, если ее сердце отдано молчалену из соседней республики? И как бы он ни пытался доказать, что он любит эту ризу, так ее и не принимают. Он качается тем, что когда он приезжает, доказывает свою любовь, против него выставляют либо Скалозубов, либо Факусов. И он не может никак это доказать. Те, кто читал комедию «Горе от ума», понимают, о чем я говорю. Я должен сказать, что тюркские народы всегда относились с большим уважением к России. Это всегда были самые верные союзники России. И дело даже не в 1991 году, когда шесть мусульманских республик просто вытолкнули ногой из Советского Союза, даже не спросив их мнения. И дело даже не в том, что никогда, нигде не было ущипления русского языка. Например, в Азербайджане более 200 школ на русском языке и 18 тысяч студентов. Кстати, мы единственная страна в мире, где президент учился по-русски и даже преподавал по-русски будущим дипломатам в вашем мире. Но и в Казахстане, в Азербайджане, и в Кузбекистане, и в Калибах, сейчас другой президент, и в других республиках. Никогда не там уезжали, уезжали многие. Но не было никогда ни одного ущипления, ни выдачи гражданства. Это всегда были самые верные союзники России. И сегодня союз России и Турции это демонстрирует. В свое время великий турецкий сын народа Ататюрк, он привекл к помощи России. Об этом сегодня сказал господин Исмаил Софий. И тогда оружием, деньгами помогли, Россия помогла Турции. Более того, на Таксине есть памятник, где же спиной Ататюрка стоят революционеры в России. И только в Стамбуле может этот памятник увидеть. Но дело в том, что и сегодня Эрдоган, сумевший подняться над всеми обстоятельствами, сумел сделать так, что Российско-Турецкий союз стал реальностью мировой политики. И все шесть, повторяю, республик в Средний Азии, Турции и Ататюрк, и Ататюрк традиционно включают. Хотя, наверное, правильнее было говорить еще и Татарстан, Татарстан не совсем все-таки терплоязычная страна, терпкий мир. А Татарстан, конечно, лучше, хотя и не автономная республика. Но, тем не менее, повторяю, это всегда были самые верные, самые преданные друзья России. И я абсолютно уверен, что так будет основаться всегда. Спасибо.